Это первый снос в Сочи домов такой высотности. Три незаконно построенные 12-этажки на берегу моря в первой санитарной зоне. Изначально было получено разрешение на строительство трехэтажных строений. Застройка началась в 2009 году. Застройщик нарушил градостроительные нормы и стройку по требованию администрации остановили. А в начале 2015 года муниципалитет обратился в Адлерский районный суд с иском о признании объекта незаконным. Начались судебные тяжбы и вот только сейчас в этом деле поставлена точка. Выбрана подрядная организация, которая вместе с судебными приставами, вместе с сотрудниками администрации, с представителями прокуратуры, различных надзорных органов, с сегодняшнего дня начала разборку этих домов. Объект очень сложный, действительно. Мы сносили в городе Сочи много домов, но такой высотности домов еще не было. В Сочи на данный момент 550 неисполненных решений о сносе самовольных построек. 18 застройщиков самостоятельно демонтировали свои объекты. Главная задача следующего года – это снести все объекты незаконные. Либо это сносят сами владельцы, и им остается земля, либо мы их штрафуем, поначалу взымаем с них деньги, а потом за эти же деньги, по сути дела, и снесем. Но землю уже заберем. Те же, кто отказывается добровольно сносить самоволки, будут вынуждены оплачивать крупные штрафы. А это 10 тысяч рублей за каждый просроченный день обязательства по сносу. Так называемая судебная неустойка вырастает до 10-15 миллионов рублей. Если к сносу приступила подрядная организация, то она вправе взыскать средства с застройщика. Кроме этого, в настоящий момент муниципалитетам подано порядка 12 исковых заявлений об изъятии земельных участков. Это та новая как раз мера, которая у нас предусмотрена новым законодательством, которая вступила в силу с августа месяца. Решения пока еще не вынесены, но муниципалитет в этом направлении будет продолжать работу. И планируем, что в 2019 году эта работа как раз будет усилена в части подачи на принудительные изъятия земельных участков, на которых расположены неснесенные самовольные объекты. На планерном совещании речь также шла о создании новых мусороперевалочных площадок в каждом районе Сучи. Они нужны для перегрузки в большие 20-тонные машины мусора для вывоза его из города на Белореченский полигон. С 1 января начнет работать новый региональный оператор. По результатам конкурсного отбора определен оператор региональный Крайжилкомресурс. В Крае прошли соответствующие процедуры. Крайжилкомресурс сейчас заходит на формирование тарифной политики. До Нового года мы продолжаем работать в старом контексте, в спецавтохозяйстве города. А тем временем Сочи, единственный из российских городов, принял участие в международном конкурсе жизнеспособных сообществ «Левком». Это выявление лучших практик по менеджменту сельских и городских территорий. Сочи занял второе место. Его признали как город, живущий будущим и как самый комфортный курорт. Нас пригласили также при ООН участвовать в проекте транспортного обслуживания, смарт-городов и так далее. Все это рассказывает. Я напомню, что мы еще в этом году включились в международную организацию умных городов. От России в этой организации всего 8 городов участвуют. Поэтому город Сочи уже на мировом уровне получает награду, а также делится опытом. Также сегодня на планированном совещании речь шла об инвестиционных проектах, которые будут выставлены на площадках российского инвестиционного форума «Сочи-2019». Это 6 проектов на общей сумме 72 миллиарда рублей. В первую очередь это касается развития Лазаревского района Сочи. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».